Беседа, 74. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас. Иисус сказал ему, Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видишь и меня видел Отца, как же ты говоришь, покажи нам Отца. Иоанна, 14, 8, 9. Пророк говорил иудеям, у тебя лоб блудницы, ты отбросила стыд твой, Иеремея 3, 3. Но кажется, что это прилично сказать не одному тому народу, но и всем бесстыдно протеющимся истине. В самом деле, на слова Филиппа, покажи нам Отца твоего, Христос отвечал, Столько времени я с вами, и ты не познал меня, Филипп. И однако же есть люди, которые после этих слов отделяют Сына от Отца. Между тем, какой искать еще близости больше этой? Ведь некоторые вследствие этого изречения впали даже в недуг Савелия. Но оставим мы тех и других, как людей, держащихся совершенно противоположных, но равно нечестивых мыслей, и рассмотрим подлинный смысл сказанных слов. Столько времени я с вами, говорит, и ты не познал меня, Филипп. Что ж, разве ты отец, которого я ищу? Нет, говорит. Потому-то он и не сказал, не познал меня, но не познал меня, показывая тем именно то, что Сын есть не что иное, а то же, что Отец, хотя и пребывает с Сыном. Но что же привело Филиппа к таким словам? То, что Христос сказал, если бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Иоанна 13.7 Как не раз он говорил это иудеям, а так как у него часто, спрашивал уже Петр, спрашивали и иудеи, кто есть отец. Спрашивала та же и Фома, и между тем никто ничего ясного не узнал, но все оставалось еще неизвестным. То Филипп, чтобы не показать докучливым и беспокоящим Его, подобно иудеям, сказал, покажи нам Отца Твоего. Христос купил и довольна нам. То есть мы ничего более не ищем. Христос сказал, если бы вы знали Меня, знали бы и Отца Моего. И через себя показывал Отца. Но Филипп переменяет этот порядок и говорит, покажи Отца, как будто бы уже в точности познал самого Христа. Но Христос не удовлетворяет его желания и поставляет его на путь и убеждает познавать Отца через себя. Филипп хотел видеть Отца этими телесными очами, быть может потому, что слышал о пророках, что они видели Бога. Но ведь то, Филипп, было говорено приспособительно к нашей немощи, потому что Христос сказал Бога, никто никогда не видел. Иоанн 1.18 И в Ветхом Завете сказано, не может человек увидеть лицо Мое и быть живым. Исход 33.10 Что же Христос сильно упрекает его? Столько времени с вами я, и ты не познал Меня, Филипп. И не сказал, не видел Меня, но не познал Меня. Но ведь я мог сказать, Филипп, не хочу тебя познать. Я желаю теперь увидеть Отца твоего. А ты мне говоришь, не познал Меня. Какая тут связь? Весьма близкая. Так как, пребывая с Сыном, Он есть то же, что и Отец, то Он справедливо в Себе Самом показывает Отца. Потом Он разделяет ипостаси, говоря, видевший Меня, видел Отца, чтобы кто-нибудь не сказал, что Он вместе и Отец, и Сын. Если бы Он был Отец, то не сказал бы, кто видел Меня, тот видел и Его. Почему же Он не сказал Филиппу, ты требуешь невозможного, того, что несообразно с человеческой природой, что одному только Мне возможно? Так как Филипп сказал, довольна для нас, как будто бы уже познал Христа, то Христос показывает, что Он и Его не видел. Иначе, если бы Он мог видеть Его, то увидел бы и Отца, потому и сказал, видевший Меня, видел Отца. Кто видел Меня, тот увидит и Его. А это значит вот что, ни Меня, ни Его видеть невозможно. Филипп хотел познать через зрение, и так как думал, что уже увидел Христа, и хотел таким же образом увидеть и Отца, то Христос показывает, что Он и не видел и Его. Если бы кто под видением стал разумевать познание, то Я и тому не буду противоречить, потому что кто познал Меня, говорит Христос, тот познал Отца. Но Он не сказал так, а желая представить единосущее, сказал, кто познал Мое существо, тот знает и существо Отца. Каким же это образом скажешь? Ведь и тот, кто познал тварь, знает уже и Бога. Нет, тварь знает и видит все, а Бога знает не все. Но посмотрим, что хочет видеть Филипп. Премудрость ли Отца или благость Его? Нет, Он хочет видеть именно то, что есть Бог, самое существо. Вот на это и отвечает Христос, видевший Меня. А кто видит тварь, тот еще не видит существо Божие. Если кто видел Меня, говорит Христос, тот видел Отца Моего. А если бы Он был иного существа, то не сказал бы так. Употреблю и более простой образ речи. Не зная золота, никто не может увидеть сущности золота в серебре, так как естество одного не обнаруживается через естество другого. Потому-то Христос справедливо сделал упрех Филиппу, сказав, «Столько времени я с вами. Ты пользовался столько времени учением. Ты видел чудеса, совершенные со властью. Ты видел, что свойственно Божеству, и что творит один только Отец, как-то отпущение грехов, обнаружение сокровенных тайн, знание смерти, создание из земли, и не познал Меня». Страница 494. «Так как Он облечен был плоти, то и сказал, «Не познал Меня». Если ты видел Отца, не домогайся видеть больше того, потому что в Нем ты видел и Меня. Если видел Меня, не любопытствуй больше ни о чем, потому что во Мне ты познал и Его. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. То есть, являясь в Его существе, видишь, какая еще излучайная близость и какое доказательство единства существа. Отец во Мне, пребывающий, Тот творит дела. Почему начавший речь о словах, Он перешел к делам? Ему следовало бы сказать, «Тот говорит глаголы». Это потому, что Он здесь говорит о двух предметах, об учении и чудесах. Или же потому, что и слова Его были делами. Как же Тот творит? В другом месте Он говорит, «Если не творю дело Само Его, то не верьте Мне». 10.37. Как же здесь говорить, что Отец творит? Этим Он показывает именно то, что между Отцом и Сыном нет ничего посредствующего. Слова Его значат вот что, «Не иначе творил бы Отец, чем как творю Я». А в другом месте Он действительно представляет делающим и себя самого, и Отца, говоря, «Отец мой до сели делает, и я делаю». 5.17. Так Он показывает безразличие там, а здесь торжество дел. Если же слова Его с первого взгляда представляются уничиженными, то ты не удивляйся этому. Он наперед сказал, «Не веруешь ли?» И потом уже произнес те слова, показывая, что Он построил так речь для того, чтобы привести Филиппа к вере. Ведь Он проникал в сердца учеников, «Веруйте, что Я в Отце и Отец во Мне». Вам, которые слышите об Отце и Сыне, не следовало бы искать никакого другого доказательства на их сродство по существу. Но если вам недостаточно этого для доказательства, их равночестие и единосущие, то познайте это, хотя отдел. Значит, слова, «Видевший Меня, видел Отца Моего», сказаны были не о делах, иначе Он не сказал бы. «А если не так, то верьте по делам Моим». Потом, показывая, что может совершить не только эти дела, но и другие гораздо большие, Он говорит об этом с чрезвычайной силой. Не говорит, «Я могу совершить дела и больше этих». Но что гораздо удивительнее, «Могу, — говорит, — и другим дать власть совершать дела. Больше этих дел. Истинно, — истинно, — говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду». Стих 12. То есть теперь уже вы будете совершать чудеса, потому что я отхожу. Затем, достигши того, к чему клонилась речь, Он говорит, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне». Видишь ли, как Он опять сам творит это. «Сотворю, — говорит Я, и не сказал, умолю Отца, но да прославится Отец во Мне». В другом месте Он сказал, «Бог прославит Его в Себе». Восемнадцать тридцать два. «А здесь, что Сам прославит Отца. Когда Сын явится обладающим великим могуществом, тогда прославится и Отец. Что же значит «во имя Мое»? То, что говорили апостолы. «Во имя Иисуса Христа встань и ходи», — Деяние 3.6. «Все знамения, которые они совершали, были делом Его силы, и рука Господня была с ними». Деяние 16.21. «Я, — говорит, — сотворю, чего попросите во имя Мое. Я то сделаю». В стихе 14. Видишь самодеятельность? Он совершил и то, что делалось другими. Уже ли же того, что Он сам делает, Он не может совершать своей силой, но совершает при содействии Отца? Но кто может сказать это? Для чего же Он говорит это во второй раз? Для того, чтобы утвердить Свое Слово и показать, что прежде Он говорил приспособительно. А слова «к Отцу иду» означают «я не погибаю, но пребываю в своем достоинстве и нахожусь на небесах». Все же это Он говорил для утешения учеников. Так как они не понимали еще Его слов о воскресении и потому, вероятно, заняты были прискорбными мыслями, то Он обещает им, что они сами будут совершать такие дела для других. Во всем обнаруживает свою заботливость о них и показывает, что Он всегда пребывает и не только пребывает, но и выкажет еще большую силу. 495. Итак, последуем за Христом и возьмем крест. Если нет теперь гонений, зато теперь время для другого рода смерти. Умертвите, сказано, земные члены ваши. Колоссянам 3.5. Итак, погасим вожделение, умертвим гнев, истребим зависть. Это жертва живая. Жертва эта не оканчивается пеплом, не рассеивается в дыме, не требует ни дров, ни огня, ни ножа. Для ней огонь и нож – Дух Святый. Воспользовавшись этим ножом, отсеки от сердца все излишнее и чуждое, открой заключенный слух. Страсти и злые пожелания обыкновенно заграждают вход в Слову. Так усилившиеся, привязанные к богатцу, не позволяют слушать Слово о милостыне. Появившаяся зависть преграждает путь учения о любви. Да и всякая другая страсть, шторшит в душу, делает ее крайне нерадивую ко всему. Истребим же злые пожелания. Ведь нужно только захотеть, и все исчезнет. Не будем думать, будто любовь к богатству сама по себе сильна. Вся сила заключается в нашей беспечности. Есть много людей, которые говорят, даже не знают, что такое серебро, потому что любовь к богатству – страсть неестественная. Естественные положения вложены в нас с самого начала. А о золоте и серебре долгое время даже не было известно, существуют ли они. Отчего же усилилась эта страсть? От тщеславия и крайней беспечности. Из пожеланий. Одни необходимы, другие естественны, а иные ни то, ни другое. Так все те желания, от недовлетворения, которым гибнет животное, естественны и необходимы, как, например, желание пищи, спитья и сна. Вожделение плоткое естественно, но не необходимо, так как многие преодолели ее, и однако же не погибли. А желание богатства не естественно, не необходимо, а излишне. Если мы захотим, то и не подчинимся ему. Ведь и Христос, беседая о детстве, сказал, что может вместить, да вместит. Матфея 18, 12. А богатство не так, а как? Если не отречетесь от своего имения, не можете быть моим учеником. Лука 14, 33. Что легко, тому вещевает, а что превосходит силы многих, то оставляет произволению. Итак, зачем мы лишаем сами себя всякого оправдания? Кто принял страстью, особенно сильную, тот понесет не столь большое наказание, а кто уловлен страстью слабою, тот лишится всякого оправдания. И в самом деле, что мы будем отвечать, когда скажет, вы видели меня алчущим и не напитали? Какое бы им иметь оправдание? Сошлемся, конечно, на бедность, но мы не виднее той вдовицы, которая, положившей две лепты, превзошла всех. Бог требует от нас не значительности дара, а меры сердечного благорасположения. Это знак его промышления. Поделимся же его человеколюбие и будем приносить, что можем, чтобы в настоящей и в будущей жизни, воспользовавшись великим его человеколюбием, мы могли насладиться обещанными благами по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.